Мол, ты последним в автобус зайдешь, но позже всех. Ты же последним возвращаешься. Сегодня можно было побыстрее. Раз в 15, наверное. По уровню КХЛ ты должен быстрее возвращаться. Ну, только если. Ну, ничего, в Ангарске можно помедленнее. Привет. Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру. Дальнейшую судьбу хоккеиста мы можем предсказать прямо сейчас. Он теперь подождет предложений из НХЛ, а их не будет, а затем подпишет контракт со Спартаком. И красно-белые пройдут первый раунд плывов. Акбарс, Ска, Миталург, Салават Юлаев. В таком порядке расположились команды на Кубке чемпионов в Казани. И рядом никого нет. В Казани завершился очень серьезный турнир, особенностью которого является отсутствие проходных матчей. И пусть не все игры получились зрелищными, но они дали информацию о командах, а участники однозначно будут претендовать на самые высокие места в сезоне. Акбар стал первым. Дела у команды после турнира в Магнитогорске налаживаются. Новички стали привыкать друг к другу. Плюс квартально стал использовать Уилла. Не в центре, а с фланга. Когда-то тренер так поступил в локомотиве с Денфортом, а тот стал сопротивляться и в итоге поехал в другую команду. Уилл же воспринял это нормально. Его эффективность заметно улучшилась. Начали приходить в себя как Горлицкий, Тарасов, а защитник Кемпфер – трансферная удача клуба. Питерцы хоть и стали вторыми, но по сравнению с турниром в Сочи ничего не улучшилось. Мощные команды, где тренеры ищут что-то лучшее, постоянно меняют сочетание игроков, а это не приносит пользы. Пропала эффективность в атаке, а мы уже выучили основной закон хоккея, который нам постоянно повторяют на пресс-конференциях. Без заброшенных шайб победить невозможно. Металлург третий готов к сезону хорошо. Есть проблемы, но вполне решаемые, связанные скорее с тем, что некоторые хоккеисты в августе не хотят показывать свою лучшую игру, считая, что это бессмысленно. Команда Ильи Воробьева обязана играть более стабильно, тогда у них не будет сложностей. Понравились и у финцы они стали последними, но очень много игроков основного состава не принимали участие в матчах. Зато с лучшей стороны себя показала молодежь, а связка Шмелев-Кадейкин должна заявить о себе в сезоне. Нефтехимик обыграл в выставочном матче Кунг-Лунь со счетом 7-1. Одну из шайб забросил Ансель Галимов, которого пригласили вместо Ильдара Шексадарова. Странное решение. Защитник Евгений Лисовец официально оформил отношения с Салаватом Юлаевым на ближайший сезон. Но на рынке жизнь не идет. Туда неофициально попали два хоккеиста СКА. Говорят, что СКА активно предлагают клубам двух игроков. В неофициальный список отказов попали Динар Хафизулин, а также легионер Мальти Стрёмболь. Шведу наканули дали шанс. Питерцы выпустили на финал турнира в Казани сразу 6 легионеров, но итоговый счет показал, что нападающий не справился со своими обязанностями. Что касается Хафизулина, то с ним пытались расстаться еще год назад. Уже ходили разговоры, что защитник отправится либо в Сочи, либо в Витязь. Но затем все затихло. У защитника есть пункт в контракте о запрете на обмен, а специальная сноска появилась в момент, когда он согласился пойти на понижение контракта, чтобы клуб попал в потолок. Удивляться решению питерцев не стоит. Слишком много игроков в команде, по-хорошему надо отдавать еще несколько человек, ведь не дело, когда БХЛ отправляют талантливого Морозова, Каменев не проходит состав, нет места для Аскарова, а молодежь может рассчитывать лишь на ротацию, а не на постоянную практику. Питерцам давно пора определиться с 20 игроками, верить в них, а если пойдут травмы, дисквалификации или спад формы у лидеров, то можно привлекать талантливых проспектов. На Стремвеля нацелилась московская Динамо, а Хафизулиным активно интересуется Казань. Но Акбарс не собирается отдавать за Динара каких-то игроков, там готовы дождаться официального расставания. Причина в том, что нынешний контракт Хафизулина кажется казанцам слишком тяжелым, они не намерены брать его на себя, а хотят провести переговоры о зарплате со свободным агентом. Расставание с указанными хоккеистами никак не повредит Питерцам, но не потому, что Мальте и Динар не тянут. Они нормальные мастера, но в раздевалке СКА не хватает места. Хоккейный клуб Сочи решил расстаться с защитником Олегом Погоришным. Проблема в том, что его зарплата не соответствовала вкладу в игру. Где может оказаться хоккеист, ума не приложу. И последнее на матче Кубка Мэра в Москве будут пускать всех зрителей без ПЦР-тестов и QR-кодов. Главное, чтобы не собралось более 3000 человек. При этом надо носить маску и соблюдать дистанцию. Совершенно разные правила для разных стадионов страны. Вы видите где-то логику? Я нет. До свидания. Вот, пожалуйста, Кулемин, Кулемин, чем два очка. Один плюс один. Это привез, это привез, ты плюс один оставил. Знаю, я не видел, что... Коростелев, это кто оставил? Кулемин? Кулемин на пятаке. Крайний нападщик должен играть на пятаке. Он с ним был, и потом ушел от него, и Коростелев. Потому что его там не должно быть. У нас разные просто, мы по-разному смотрим. Я-то правильно на хоккей смотрю? А ты, чтобы Кулемина защитить? Да, ну, видишь, хорошо, когда разобраться можно, видишь, ситуацию.